друзья всем добрый вечер меня зовут павел шумилов и автор канала акция китая china stocks сегодня 2 октября и мы как обычно поговорим что интересного происходит с акциями китая с экономика китая сегодня нас традиционный план мы посмотрим как у нас проходили торги на прошлой неделе что я думаю что у нас будет на этой неделе неделю назад посмотрим и совпал ли прогноз мое видение поговорим что у нас будет важного на следующей неделе посмотрим основные акции как они торгуются посмотрим графики поговорим про интересные новости и я подведу итоги что ждать на следующей неделе итак давайте начинать итак давайте посмотрим чего я ждал неделю назад что я ждал у нас будет на этой неделе так что можем сделать вывод на следующую неделю у китайских компаний техника нам кричит о том что должен быть разворот с 1 1 сейчас на час прямо очень скоро должны быть разворот конечно есть такая вероятность что у нас из-за тухого на снова фона никакого разворотом сучиться рядом будем каком-то каком-то вялом и крики не за минус 2 процента либо с какой-то там день будет какой-нибудь падение потом отскок во вторник и потом уже рост то есть не видно как именно возник раз пойдет точно но перед боковик потом рост просто расхода то есть техник говорит что вот скоро что-то должно случиться какой-то технически как минимум отскок должен быть новостной флаг видим что ничего супер важно до пятницы у нас не будет поэтому пока нету каких моментов на чем мы росли всю неделю с понедельника ну в пятницу уже будет большой и важные статистики китай итак давайте теперь посмотрим что у нас по факту было в рамках недели у нас оказался по большому счету боковик наш нелюбимый боковик но тем не менее алибаба вырос а там плюс полтора процента джейди компа примерно минус 4 процента хуже всех у нас были акции электромобилей попадали по 10 примерно процентов не у на 10 процентов паули авто на 8 эксперт вообще на 13 процентов упал также у нас не очень важно себя чувствовали компания типа на тези и байду тоже попадали ну принципе все в рамках боковика минус процент минус 20 процента в таком похуже себя чувствует минус 6 процентов но эти компании реже у нас интересует инвесторов основные компании такие как алибаба практически без изменений плюс полтора процента то есть случился тот самый боковик а потому что новостной фон был тухлый и мы в основном шли за америкой более того китайские акции в принципе были лучше чем американские на этой неделе потому что если посмотреть то как раз проходили торги по америке вот рамках одной недели тоже как по китаю смотрю то здесь основном падение только некоторые компании типа нефтегазового сектора выглядят получше остальном все компании америки попадали соответственно китайские выглядят чуть чуть лучше но за исключением электромобилей которые прям существенно упали все остальные в принципе боковике находятся и так давайте теперь посмотрим что у нас ждет то и на следующей неделе вся неделя у нас в китае праздничная национальный день и с понедельника по пятницу у нас соответственно в китае выходной но гонконг у нас будет работать все дни кроме вторника 4 октября тогда у нас тоже торгов не будет и на гонконге обычно на такой неделе у нас по китаю не выходит ничего новостной фон крайне тухлый ничего не происходит скорее всего на этой неделе будет также только в пятницу нас выходит довольно таки объемный день по статистике нас выходит индекс дел активности в производственном секторе от каексин а также в индекса дел активности в производственном секторе официальные то есть государство также нас выходит индекс дел активности в непроизносном секторе и другие данные будут менее значимые то есть вот в пятницу опять как неделя ранее выходит довольно таки важная статистика все другие дни у нас ничего не выходит важного и более того праздник поэтому будет крайне тухлый новостной фон будем идти скорее всего за америка если не выйдет ничего такого необычного что я сейчас в принципе сомневаюсь что будет чего-то такое во всяком случае в предыдущие годы в такие недели было все очень скучно в плане новостей и мы просто шли за америка и более того это интересно в том плане вот например год назад мы видели даже рост когда не было влияние китая то есть акции росли без китая возможно и в этот раз будет так но об этом мы поговорим уже в техническом анализе в общем на следующей неделе нас ничего важного по китаю не выходит кроме пятницы в пятницу хоть немного статистики и тогда может быть более менее какие-то движения по рынку именно по новостям от китая и так давайте теперь посмотрим что у нас по тех анализу по основным китайским компаниям а более того у нас последнее время многие говорят что так как мы идем за америка и возможно есть смысл посмотреть в принципе на американский рынок что там происходит поэтому давайте сегодня сделаем ради эксперимента такой вот разберем индекс s&p 500 и посмотрим на некоторые крупные китайские компании такие как мета платформ с бывший фейсбук apple amazon netflix и афа это то есть google давайте посмотрим индекс s&p что здесь можно сказать по дневке мы смотрим и вот что можем видеть у нас есть перепроданность по индикатор и сами находим сам нижним границам канала и на втором индикатор у нас есть первая зеленая свечка это говорит о том что возможно где-то вот уже будет разворот отскок по из индексу s&p что мы можем видеть по другим моментам по уровню вот конкретно сейчас где мы находимся в принципе нет никакого важного уровня ближайший уровень поддержки находится в районе примерно 3 200 по снб и если мы будем по снб и падать до туда то здесь еще минус 10 процентов можем упасть но учитывая то что мы уже по индикаторам имея возможность отталкиваться всю прошлую неделю мы падали то не исключено как минимум тот самый отскок по тому же s&p в принципе того же я жду и по китаю как у нас по большому счету ничего не изменилось сани того как будет неделю назад и отдела разбор практически мы там же и стоим по большинству компаний поэтому и s&p и китай у нас по технике за как минимум отскок на недельке давайте тоже посмотрим что у нас по снб и на недельке так у нас здесь еще есть очень небольшой потенциал падения второй индикатор пока еще не высказывается за разворот поэтому принципе есть куда падать но здесь интересный момент на недельке мы нашли дошли до 200 дневной скользящей средней и принципе уперся именно в нее поэтому в принципе бывает именно так что мы доходим до этой скользящей средней и она у нас выходит уже уровень поддержки поэтому учитывая то что мы прямо не закрылись в пятницу то вполне возможно что у нас понедельник будет как минимум отскок по американскому рынку если мы будем идти за америка китай если быть из америка то вот как раз понедельник логично было бы увидеть отскок давайте теперь посмотрим другие компании не только индекс но и некоторые американские компании так первая компания это мета платформ с бывший facebook название да что можем увидеть здесь по rsa у нас падение и идем по нижней границе пока непонятно где у случится этот отскок rsa у нас в общем ждет какой-то разворот и пока не видно где конкретно мы развернемся второй индикатор нас красные свечки и тоже здесь нет сигнал о развороте учитывая то что это нас недельный таймфрейм и пока еще нету сигналов про разворот давайте посмотрим на более мелком таймфрейме на дневке что здесь у нас есть здесь у нас интереснее все выглядит уже появились первые зеленые свечки на втором индикаторы риса это у нас в полу и ждет разворот последние четыре дня нас соответственно фейсбук топчется на месте быть к вичке почему бы не развернуться и как минимум отскочить именно здесь это было вполне логично учитывая то что у нас здесь находится уровень поддержки довольно таки существенный это дно 2020 года по фейсбуку когда у нас этот обвал из бы был на коронавирусе несколько недель падал снп и фейсбук вот сейчас как раз мы там и находимся поэтому это довольно таки существенный уровень поддержки если мы его пробиваем вниз то следующий уровень находится в районе 120 долларов сша то есть если мы будем еще падать то по фейсбуку падать до следующего дна не так уж много всего лишь там 10 11 процентов поэтому вполне может быть что мы нащупали где-то здесь но по фейсбуку давайте посмотрим другие компании что можно сказать по ним надо нас конечно цене китай но как я говорил у нас сегодня будет посмотрим на америку чтобы сделать какой-то вывод что нам ждать и по китаю поэтому разбираем сегодня и американские компании так apple apple у нас на недельке есть еще небольшой потенциал для падения по индикаторам на нефти что здесь у нас на нефти на нефти нас понятно мы на дне ждем как минимум отскок по этому мы пробили уровень поддержки 140 долларов следующий уровень поддержки давайте посмотрим где находится здесь интересно примерно 130 долларов следующий уровень поддержки его еще не рисовал давно не взбирал apple так то есть это предыдущее но июня 22 года то есть типа у нас выглядит все-таки получше чем фейсбук и если будем падать 100 расскажу сколько в процентах еще можем упасть так ну примерно 5-6 процентов то есть совсем немножко apple можно еще попадать давайте далее amazon так что здесь у нас по amazon по индикаторам на дневке у нас интересный момент появились первые зеленые свечки тоже несколько недель мы получать состояли боковички рысая нас на дне и ждет разворот отскок а по уровням поддержки мы можем сюда падать примерно до 100 долларов по amazon и это тоже уже получается небольшой потенциал падения в районе девяти процентов так давайте посмотрим на недельки что здесь можно сказать ниже 200 дневные скользящие ушли это негативно это за продолжение падения скажем так мы только вот недавно ушли ниже этого это скользящий средний так объемчики у нас понижаются получается по amazon и по индикаторам есть еще есть куда падать на неделю на тайм-фрейме давайте эти дали netflix netflix а вот netflix интересно выглядит вообще принципе он зарос на неделе на тайм-фрейме оба индикатора зарос по факту что мы видим netflix у нас получается вырос на прошлой неделе давайте посмотрим на дневке что у нас здесь на дневке не так все радужно выглядит боковичок у нас получается с июля да и по индикаторам расходятся индикаторы рассаяна за падение второй индикатор зарос поэтому здесь непонятно ну понятно так как у нас боковик то так часто происходят индикаторы немножечко сходят с ума на netflix и все чуть менее понятно но если netflix будет падать стол примерно 180 долларов ближайший уровень поддержки с текущих это минус существенно минус минус 22 процента может упать netflix так мы последнюю американскую компанию судьба смотрим alphabet то есть google что здесь у нас на дневке на дневке у нас получается второй индикатор за рост рс а у нас ожидание отскока как минимум а по уровням давайте посмотрим мы пробили уровень поддержки 100 долларов и если будем падать то ближайшие уровень поддержки находится в районе 86 долларов с текущих это минус примерно 10 процентов давайте посмотрим на дневном таймфрейме что у нас здесь так на нефть тоже еще есть небольшой потенциал падения и так что мы можем сказать вот краткий итог по таким основным наверное самым крупным американским компаниям и по индексу и по индексу с mp500 мы вероятно в понедельник будем отскакивать скорее всего потому что об этом говорят индикаторы они пока не понятно на чем этот отскок может быть но я думаю что минимум технический отсок может случиться если это так то и китай у нас будет отскакивать учитывая то что мы на следующей неделе скорее всего будем идти за американским рынке но давайте теперь посмотрим поподробнее именно китайские компании так начнем с это факт web что здесь можно сказать так на дневном таймфрейме у нас появилась первая зеленая свеча на втором медикаторе и рысай нас пока в ожидании отскока давайте посмотрим на значит а неделю назад это было 23 сентября когда у нас закончились торги недели ранее значит у нас закрытие было на 24 25 долларов то есть мы по к вебу упали на на один процент то есть практически без изменений и к веб у нас неделю практически не изменился общем боковик это интересно первый зеленая свечка и рысай в полу ждет отскока думаю что если падать то совсем немножко по к вебу вот до 24 долларов тут наверно меньше процент осталось падение там на ближайший уровень поддержки и соответственно тоже может быть разворот то есть к веб и s&p 500 выглядит примерно одинаково по техническим моментам по индикаторам по недельным таймфрейму здесь у нас пока нету подтверждения роста на втором индикаторе рсай в полу где-то валяется ждет как минимум оскок давайте идти далее а следующая компания alibaba и начнем тоже с дневки но тоже сразу могу сказать в принципе по всем компаниям что у нас было неделю назад ну кроме разу что электромобилей все выглядит примерно так же как неделю назад потому что у нас как мы посмотрели на недельном формате да практически все без изменений и так альбаба у нас в рамках недели даже вырос 23 сентября у нас закрытие было 7890 всего сейчас у нас 80 короче практически на процент полтора где-то выросли в рамках недели по алибаба то есть это у нас по большому счету боковик интересно то что нас появилась 1 зеленая свечка на втором индикаторе вырисовывается отскок поэтому дамы всю неделю как у меня на прошлой неделе на картинке этот жду был нарисован до сидели ждали и по большому счету продолжаем ждать и на следующей неделе по технике альбаба у нас на отскок выглядит на недельке давайте тоже посмотрим здесь у нас пока что нету никакого сигнала рсай у нас внизу ждет отскок который индикатор пока не подтверждает отскок соответственно красная свечка поэтому здесь пока условный боковик показывается а на дневке у нас уже все-таки по нарисовывается отскок по индикаторам и по факту тоже мы хоть чуть-чуть но выросли за вот прошлую неделю давайте далее джедико так же диком у нас упал в рамках недели 23 сентября мы были пятьдесят три с половиной доллара закрыли 50 долларов то есть минут пару процентов сейчас скажу точно а минус минус шесть твоим процент до получается минус 6 процентов по джедико но из интересного то что мы в принципе до падали если 23 мы где-то были еще небольшой потенциал падения по риса это сейчас по риса уже все приехали про отскакивать второй индикатор пока нас соответственно еще не показывает разворот отскок какой-то пока его еще нет в общем опять же как я и говорю неделю ранее со дня на день ждем какой-то отскок же джейди на недельке у нас что можно сказать на недельке у нас падение по рс и красная свечка здесь у нас как раз вообще он даже за падением но учитывая то что мы дошли до уровень поддержки ради 50 долларов в принципе возможно нас здесь как раз будет отскок это у нас до уровень поддержки получается так давайте эти далее следующая компания пин дуду что можно про нее сказать итак пин дуду как я и говорил когда мы еще были на 70 долларов что скорее всего нам ждать какой-то коррекции ну вот я говорю что ближайшую им поддержки равен 60 куда мы исходили оттуда мы оттолкнулись в пятницу да давайте посмотрим что он был в рамках недели получается 23 23 сентября у нас было мы закрывались на 60 долларов то есть мы немножечко выросли в рамках недели по пин дуду по индикаторам что есть можно сказать рс она за ростом индикатор вообще за падение потому что у нас был боковик последние дни да то есть индикаторы начинают сходить с ума как я часто говорю здесь нет никакого сигнала что нам в моменте можно ждать по пин дуду на дневке что касается недельного таймфрейме то здесь оба индикатора за рост за рост еще из интересного на мой взгляд это то что крайне низкие объемы у нас идут по компании пин дуду здесь не покупает и не продает в общем здесь чего-то все ждут давайте идти далее следующая компания вип-шоп компания нас укатали на этой неделе существенно давайте посмотрим поподробнее итак 23 сентября акции на закрылись на двухсотдневный средний и мы ушли ниже соответственно и уровень поддержки районе 8 долларов 60 центов не отработал его быстро прошли даже скорее всего можно уже удалить раз он так не отработал ближайший уровень поддержки районе 7 долларов 65 центов по индикаторам по индикаторам у нас рысая в нижней нижней границы канал находится ждем отскок второй индикатор у нас красной свечки пока еще нет сигнала за отскок то есть ждем ждем когда появится хотя бы первая зеленая свечка объемчики объемчики у нас падают с августа до видите падение объемов вот февраля и с февраля по май были повышены объемы а потом у нас они упали а по вип-шопу так в общем по вип-шопу на дневке ждем появление как минимум 1 зеленые свечки по второму индикатору и ждем как минимум отскок не знаю случится ли он в понедельник либо мы еще сначала допадаем до 7 долларов 60 центов на мой взгляд этот подскок может быть случится довольно таки быстро вип-шоп у нас очень активно ходит соответственно мы там падали сначала до 5 долларов 76 центов потом исходили на сто процентов вырастали потом опять коррекция была на сколько на 25 процентов потом мы опять вырастали на 35 процентов сейчас мы опять корректируемся на 27 28 процентов возможно же вот на 30 процентов с лишним будет коррекция и потом я бы не удивился если мы они пошли уже сюда на 15 долларов к примеру поэтому вип-шоп у нас такая очень сильно ходящая акция на недельке у нас вип-шоп что можно сказать по индикаторам rsi нас за продолжение падения красные свечки то есть здесь нас за продолжение падения на недельке и соответственно мы если по этим индикатором смотреться на недельным тем временем то можем пасть до 7 долларов 60 центов то есть нас на дневке и недельке немножко расходится мнение по индикаторам ну давайте посмотрим я думаю что вип-шоп будет примерно идти за всем рынком и ответственность будет расти то и чтоб тоже будет расти так следующая компания балзун пятницу она нас выросла на 7 процентов на дневке нас явный скок тире разворота первая зеленая свечка rsi у нас за рост поэтому на дневке балзун у нас за рост тире отскок на недельке давайте посмотрим так на недельке у нас rsi самой нижней границы красной свечки зеленой еще тоже нету в общем в ожидании разворота тире отскока по балду ну так то есть еще интересного добавить объем у нас по компании балзун очень низкие с июня упали объемы и мало кто соответственно торгует эта компания сейчас то есть мало кто покупает мало кто продает это интересно пока нету покупателя давайте идти далее следующая компания байду что можно сказать по единому таймфрейму так зеленые свечки появились rsi у нас пока еще не отскакивает ждем этого момента мы находимся нижней границы канала ждем оскок разворот что еще можно добавить мы прошли уровень поддержки в 130 долларов 132 доллара сильно ниже я вряд ли думаю что мы будем видеть потому что ближайший уровень поддержки районе 83 долларов с текущих это существенное поведение сейчас скажу сколько минус например 30 процентов я пока не вижу на чем бы китай мог ну кроме одной конечно причина типа тайваня укатать китайские акции пока вот если без каких-то экстремальных событий я бы пока не видел кота большого потенциала для падения на там два три пять процентов можем видеть и но вот 30 процентов пока непонятно чем могло бы случиться так на недельке на есть еще потенциал падения ну куда же мы можем падать 100 долларов может быть туда конечно такой очень сомнительный уровень поддержки очень слабенький ну если уж куда-то и падать 100 минут к этим 100 долларам так ладно давайте идем далее следующая компания били-били били-били нас все никак не отскочит но скорее всего когда начнется отскок я думаю что он будет существенный не знаю по 10 20 процентов в день скорее всего будет расти акции этой компании у нас говорят индикаторы рисая нас ждет скок тире разворот зеленые свечки на втором индикаторе то есть здесь все по индикаторам за разворот тире отскок если будем падать непонятно на чем то ближайший уровень поддержки 1377 это минус 10 процентов соответственно если будем расти то ближайший уровень сопротивления плюс 5 процентов следующий плюс 25 процентов в принципе легко акции могут на 25 30 процентов вырасти на мой взгляд по индикаторам ждем отскок тире разворот на недельном таймфрейме у нас то же самое ждем москоп разворот во второй дикатор покачивания зеленых свечей на недельке и пора сайт он пока еще не закругляется но я бы не удивился этому отскоку в любой момент давайте драли hello group в группе мама по индикаторам 1 зеленая свечка риса у нас находится в середине диапазона то есть здесь можно увидеть роста и падения но учитывая зеленую свечку такая конфигурация у нас больше зарос нежели за падение 23 сентября а у нас был 4 до 45 центов то есть сейчас мы немножечко выросли еще скажу сколько в процентом соотношение плюс 4 процента hello group у нас выросли в рамках недели в общем на недельке у нас этот за рост такая конфигурация на недельном таймфрейме у нас тоже оба индикатора за рост по hello group давайте идти далее следующая компания у нас joy на дневном таймфрейме у нас RSI закругляется наверх это за рост второй индикатор пока красные свечи и нет пока подтверждения этого самого роста то есть в ближайшее время мы можем видеть этот отскок тире разворот не знаю как пойдет на недельки joy у нас первая красная свечка это негативчик RSI у нас как будто бы за продолжение падения если мы будем падать по joy то ближайшее время поддержки 23 доллара с текущих это минус 10 процентов и соответственно если мы будем расти это ближайший уровень сопротивления 31 доллар давайте отсюда я tencent на дневном таймфрейме утоптывай дно ближайший уровень поддержки нас проходит фрейм 252 гонконгских долларов это у нас но 2018 года что ли еще можно добавить индикатор нас пока еще не говорят за разворот нету 1 и зеленой свечки но тоже как весь китай нас танцент будет разворачиваться когда будет расти весь китай на недельном таймфрейме первая красная свечка это не хорошо если мы будем падать ближайший уровень поддержки нас находится на 6 процентов ниже текущих то есть если падать то совсем немножко если мы вот этот уровень поддержки нас окажется важным для концентра давайте идти далее следующая компания ли авто ли авто на недельке у нас практически скорректировалась здесь я говорил что здесь я точно покупать не буду и жду коррекцию коррекция на случилось мы по ли авто упали на 43 процента и в принципе есть еще потенциал для падения как минимум до 22 долларов наверное здесь уже лучше перестроить этот график мы слишком много утоптывали этот уровень наверное наверное будет выглядеть вот так на ближайший уровень поддержки теперь это у нас 19 долларов и соответственно если падение продолжится то еще 17 процентов можем увидеть падение поле авто на неделе на таймфрейме у нас пока за падение теперь что касается дневки дневка у нас чуть более оптимистично по rsi у нас нижней границы канала ждем отскок по второму индикатору нас красная свечка это конечно не очень хорошо соответственно индикатор у нас скажем так расходятся пока нету какого-то сигнала поле авто соответственно если весь китай будет у нас расти скорее всего ли авто тоже будет расти и мы можем вырасти на 16 процентов если весь китай будет расти начиная с понедельника и соответственно если правда продолжится падение то падение может на те же 16 процентов то есть сейчас такой неинтересный момент потенциал падения и роста примерно одинаковые поле авто то есть уровень поддержки и сопротивления так давайте идти далее следующая компания не у что здесь сказать так индикатор у нас на дне находится тоже ждут разворот тире отскок и кстати говоря примерно как ли авто выглядит с точки зрения ближайший уровень поддержки и сопротивления то бежать у нас поддержка на 32 процента не у текущих а ближайший уровень сопротивления 27 процентов роста интересно то есть в серединке находимся находимся ниже двухсто дневный скользящий средний это негатив конечно объемчики объемчики у нас средние всплеск объемов нету как вот здесь у нас было да когда случился некоторый разворот некоторый отскок когда мы выросли с мая на практически 95 процентов по июнь был соответственно рост объемов сейчас пока этого рост объемов не видно это скорее всего говорит о том что мы можем еще какое-то время попадать по нее лично для меня не интересно ниже десяти долларов будем ниже 10 я буду увеличить позицию по этой компании xpeng я уже увеличил позицию в районе по моему 16 долларов где-то сейчас точно не помню но об этом это записывал два выпуска назад если захочешь найти мою точку усреднения под компания то я говорил об этом у меня сейчас 075 процентов в депозиты по этой компании и где я буду покупать ниже 10 долларов 98 если вы до туда дойдем конечно где дно по компании xpeng сейчас совершенно неизвестно потому что текущий уровень мы так низко никогда еще не падали по этой компании поэтому но мы будем находиться методом тыка по индикаторам 1 зеленая свечка нас появилась да даже 2 2 зеленые свечки а на дневном таймфрейме это за рост объем чеки нас растут не только я здесь покупаю да и другие тоже игроки покупают это интересно то есть потенциал отскока по объемчику xpeng имеет имеет здесь нас покупают покупатели заходят соответственно на куда мы можем как минимум отскочить до 17 половины долларов с текущих это плюс 45 процентов вот xpeng на мой взгляд выглядит более ланговая по техническим моментом больше чем ли авто и нею так давайте эти далее на 1 на недельку посмотрим на недельке мы до падали в общем-то до самой нижней границы rsi находимся троги который нас пока еще не подтверждает рост сирает скок ждем ждем где однок я сказал неизвестно лично я буду увеличивать позиции в этой компании ниже 10 долларов 8 9 примерно здесь если мы до туда падаем и последняя компания town education на недельке на недельке у нас 1 красная свечка на втором индикаторе это не очень хорошо новая сайт нас за рост то есть здесь кстати алгоритмические же весна отключить начало быть непонятным здесь у нас на неделе на таймфрейме индикаторы расходятся что касается дневки давайте посмотрим риса и нас за рост второй индикатор пока еще нет первой зеленой свечки когда она появится то здесь уже конечно потенциал роста появится больше чем сейчас сейчас пока такая зона неопределенности и нету скажем так сигнала соответственно если то лови конечно будет уже как прошел коррекцию начинается рост то мы на мой взгляд пойдем примерно в 10 11 долларов плюс 20 процентов с текущих мута у нас очень такая активная компания с точки зрения роста падения и думаю что мы увидим 11 долларов вопрос лишь во времени так наверное здесь все и давайте попробуем подвести итоги по техническому анализу учитывая то что у нас на следующей неделе не работает китай праздники из большую долю вероятно что мы будем идти за американским рынком то во первых что нам говорит америка америка говорит о том что очень возможен как минимум отскок многие американские компании находятся на уровне поддержки долгодичной давности и поэтому как минимум по техническим таким моментом мы можем увидеть этот отскок у нас мой фон и в америке довольно таки нехороший но по техническому моменту он может случиться поэтому америка может отскакивать и соответственно китай если мы будем видеть то что мы идем именно за америка это тоже будет иметь потенциал отскока что мы видим по тех анализу по китайским компаниям и по индексу пока его при т.к. например на примерно как и недели ранее мы ждем отскок отскок тире разворот по китаю возможно будет боковик или отскок отскок большого падения сейчас я не жду если это будет падение то в рамках боковика минус там 23 процента на мой взгляд не более того но там 2 5 все боковик на мой взгляд по большому счету это все давайте теперь посмотрим на новостной фон что там нас происходило на прошлой неделе и потом подведем итоги итак первая новость джи пи морган и морган стендли снизить целевые показатели alibaba из-за проблем с выручкой ность нас от бунберга и детали от статьи прогноз продаж alibaba на сентябрьский квартал ухудшается из-за слабого потребления в китае написали аналитики соответственно джи пи морган и морган стэнли джи пи морган понизил целевую цену alibaba до 135 долларов раньше не было 145 долларов что стало последним призывом банка к акциям китайских технологических компаний после того как в этом году он несколько раз менял свою точку зрения морган стэнли также снизил цену акции alibaba до 110 долларов ранее бываться на 140 долларов сосавшись на слабое потребление и слабое настроение продавцов но даже если у нас будет там 110-135 с текущих 80 это все-таки у нас за рост за рост если 110 это у нас плюс 38 процентов если 135 это у нас плюс 70 процентов но тем не менее на мой взгляд это довольно таки низкие оценки для компании alibaba ну давайте идти далее следующая новость не запускает первую станцию замены батареек в германии и детали этой статьи не одна из ведущих китайских компаний по производству автомобилей на новых источников энергии объявила что ее первая станция по замене аккумуляторов германия официально открыта в сусмарсхаунсене ну и город название станция замена аккумуляторов может предоставлять до 312 услуг по преобразованию энергии в день во время каждой замены аккумулятор автомобиля двигатель электрическая система управления будут тщательно проверено чтобы убедиться что они находятся в оптимальном состоянии 2025 году не планирует построить тысячу станций замены аккумуляторов на рынках за пределами китая большинство эти станции будут расположены в европе и будут обслуживать такие рынки как германия хорошая новость для него хотя и акции у нас продолжали падать несмотря на эти позитивные новости следующая новость начался несколько новостей про электромобили и так ли авто снижает прогноз поставок автомобилей на третий квартал до 25 тысяч 500 из-за ограничений в цепочки поставок и детали статьи ли авто упала на премаркете в понедельник так как компания теперь рассчитывает поставить около 25 с половиной тысяч автомобилей в третьем портале 20 года цифры пересмотрены по сравнению с предыдущим прогнозом поставок который был от 27000 до 29 тысяч единиц из ограничений в цепочке поставок то есть у нас было 20 29 а теперь говорят что 25500 понятно и это действительно негативчика компания будет продолжать тесно сотрудничать со своими партнерами подскочки поставок чтобы устранить узкие места и скорость производства понятно на этом собственно или авто нас и падала на прошлой неделе следующая новость на мой взгляд интересная генеральный директор китайского производителя электромобили xpeng по 2,5 миллиона акций с сша с рынка поскольку ожидается что новая модель дорожника повысит продажи и прибыльность насколько я помню в 2020 году американский рынок развернулся тогда когда многие крупные акционеры создатели компании начали покупать акции своих компаний сейчас примерно похожие ситуации начинает происходить по китаю и так детали этой статьи х сяо пен основатель и гендиректор китайской компании xpeng объявил что выкупает 2,2 миллиона американских депозитарных акций компании поскольку запуск ее нового внедорожника повышает уверенность в будущем прибыльности после месяца понижательного давления на рынок и я не знаю эту новость тоже покупал акции компании xpeng хотя у нас еще ниже не ушли сейчас и так он купил акции по средней цене 13 долларов 58 долларов за штуку говорится заявление компании поданным гонконгскую фондовую биржу компания взлагает надежды на свой новый внедорожник g9 которым должен быть доставлен клиентом в октябре чтобы поддержать продажи и повысить общую конкурентоспособность на быстро растущем рынке электромобилей на материке такая новость еще нас на прошлой неделе тоже несколько других компаний более мелких публиковали носят о том что генеральный директора упали акции поэтому на мой взгляд это важная новость и может сигнализировать о том что разворот или как минимум отскок где-то рядом следующая новость такая политическая скорее нежели про бизнес и так стопятилетней партийной старейшины отправил сезон пину резкое сообщение это нас новость от никей азия то есть это китайское издание поэтому это нужно нужно иметь ввиду кто владеет этим сми и так стопятилетний партийный старейшина сумпин направил си видео обращения в котором который вызвал переполох в китайско-политических кругах преддверии национального съезда партии который проводится раз в пять лет и начинается 16 октября поздравление с событием 12 сентября долгожитель сказал что политика реформ и открытости цитата была единственным путем к развитию и прогрессу современного китая и единственным путем к реализации китайской мечты эти слова которые сам председатель си дзинпин произнес почти пять лет назад сум ловко использовал собственные слова си чтобы отправить сообщение высшему лидеру после того как си вернулся в пекин власти начали удалять части речи сун связанные с реформами и открытостью история в том что ирония в том что власти удаляют слова же самого си дзинпина сделаны несколько лет назад концу сентября многие статьи по теме стали недоступны для просмотра а сообщение сун отражает структуру нынешней борьбы за власть в китае несомненно является большой головной болью для си и действительно мой взгляд это интересный момент вот этот товарищ сун был вместе с дэн сяопином первый премьер-министр китая беседует на трибуне в пекине то есть человек скажем так значимый в китае 105-летний и такое противостояние си дзинпином это на мой взгляд интересно учитывая то что у нас сам будут выборы ближайшее время до в октябре очень такой нас политически насыщенный месяц предстоит будем следить дальше за политикой это конечно же отразится и на китайских компаниях на акциях а недели ранее у нас были такие слухи в чате люди общались тема того что си дзинпин куда-то там пропал якобы какой-то там государственный переоборот самолеты не летали но на этой неделе нас сильный пинг являлся сми появлялся на видео поэтому жив-здоров и не болеет говорится будем смотреть что будет дальше и последняя новость на сегодня китай просит фонды ограничить продажу акций до съезда у нас новость от лунберга и детали этой статьи по словам людей знакомых с этим вопросом китайские регулирующие органы попросили несколько крупных фондов и брокеров воздержаться от крупных продаж акций до партийного съезда в октябре комиссии по регулированию цены бумаг китая также шанхайская и шенчженская фондовые биржи сделали запрос на прошлой неделе через так называемое оконное руководство заявили люди которые отказались называть себя потому что они не полномочены выступать публично эти люди добавили что этот шаг является довольно распространенной операцией для предотвращения больших колебаний в периоды нестабильности и крупных политических событий шанхайской фондовая биржа отказался от комментариев а шенчженская фондовая биржа и комиссия по регулированию цен бумаг китая пока не ответили запросы о комментариях вот такие вот у нас новости и давайте попробуем подвести итоги на следующую неделю и так что мы ждем от следующей недели во первых нас будет очень слабый голосной фон учитывая то что на следующей неделе нас китай не работает это первое второе может быть какие-то неожиданные политические интересные моменты учитывая то что у нас в этом месяце будут перевыборы этого сидим пина и либо не его что тоже возможно конечно но очень маловероятно учитывая ближайшие вот это вот событие мы ждем каких-то новостей с этого политического фона учитывая то что скорее всего все-таки нас на следующей неделе ничего не будет по китаю важного мы будем идти за америкой по тех анализу мы видим что америка имеет потенциал как минимум отскока многие американские компании крупные находятся на двухлетнем дне да и на своих уровнях поддержки поэтому там чисто по технике возможен как минимум отскок если китай будет идти за америкой как мы предполагаем на следующей неделе то и китай и америка будет отскакивать поэтому как недели ранее мы ждем отскок на новостном фоне мы видим что ничего супер важного на этой неделе не было как и ожидалось ближайшие важные события нас по китая будут в пятницу там выйдет на статистика поэтому если на каких-то данных от китая двигаться на рынках то мы можем только на пятницу рассчитывать далее во вторник у нас гонконг не работает поэтому торгов не будет и мы во вторник утром не сможем сказать как прошли торги на гонконге но в остальные дни торги будут проходить хотя и вяло в общем я продаждаю ждать как недели ранее как и минимум отскок потому что техника говорит именно за это на сегодня это все всем спасибо за просмотр понимаю что сейчас довольно таки и скучный и грустный момент потому что боковик это всегда скучно и грустно но тем не менее что делать и такие фазы рынка нужно выдерживать и это совершенно нормально поэтому ждем 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 других вариантов больше нету всем спасибо за просмотр и до следующего видео